Возник теоретический вопрос к геологам. Чем живое отличается от неживого? Есть ли формальные критерии, по которым вообще можно определять живое? Это вопрос от Центра популяризации наук, фундаментальная наука. Я никогда не введен в строгое. Ну вот, с гиперметической позиции можно очень легко отличить, как мне представляется, живое от неживого. Дело в том, что в живом есть процесс самоуправления. Там есть управляющие, исполнительные элементы, которые взаимодействуют на основе вот этих прямых обратных связей. Компьютер, ну это детище наше, то есть мы какие самоуправляемые системы можем вести, выделить вообще? Ну, во-первых, живые системы, да, социальные системы и вот эти автоматические, кибернеки, робототехнические. Вот они все построены по единому принципу. Как я себе представляю организм вообще наш, например, да, любой? Это генотип и фенотип, да, взаимодействующие тоже на основе прямых обратных связей. Ну, грубая такая схема, вот такая гиперметическая. И она многое, несмотря на ее простоту, объясняет вообще в биологии. Как программист. С моей точки зрения, может быть, сразу привлеку самые разные области, жизнь характеризуется любовью к жизни, то есть желанием выживать, волей к тому, чтобы сохранить свою идентичность. И она проявляется именно у нестабильных структур. То есть электрон — это стабильная структура, ей выживать не надо. А как только возникает какой-нибудь химический элемент, который, естественно, через какое-то время распадается, или там реакция с другим химическим элементом, или влияние там среды, вот, или его там поедает, он, в принципе, распадается. Вот, и борьба со смертью, с желанием быть вечным, вот именно в такой структуре, приводит к феномену жизни. И отсюда вытекает и обмен веществ, потому что нужно разрушенную структуру восстанавливать, и размножение, чтобы, если он умрет, чтобы хотя бы копии какие-то жили, и ощущение возникает, то есть убежать от боли и прибежать к корму. Буддах, как я так говорил, в жизни есть страдания. То есть, в принципе, природа агрессивна, она стремится убить эти неравновесные, как бы сказать, структуры. А жизнь характеризуется тем, что борьба со страданием, то есть уйти от этого и остаться. И получается, вот как велосипед, то есть пока он к колесу крутится, он вертикально находится, когда он перестает крутиться, он падает. То есть это какая-то обязательно структура должна быть активной, или как мотоцикл, который по арене, по стенкам ездит. И как это начинает проявляться? Начинает проявляться на уровне самокатализа, как только возникает случайно химическое вещество, которое вдруг случайно начинает сама себя копировать из окружающих. Вот тогда должно быть не только стремление к выживанию, но еще и возможность этого выживания. С помощью, уже потом дальше начинается вот этот генетичный механизм вырабатываться, потому что кодирование информации – это один из способов выживания. Почему? Потому что любая сложная структура, она очень неравновесно распадается, а код, он более экономный, более примитивный. И вот отсюда, как бы сказать, это стремление к выживанию, стремление к жизни. Вот душа – это то же самое. Разникновение души, ощущение воли, оно, как бы сказать, все одновременно. И самый феномен жизни начинается именно, как только… Вот Карлос Кастанин сказал так, что феномен ощущения никто не может объяснить, и, наверное, никогда он не будет объяснить. Что такое чувство? Только то, что вот именно неравновесное, то, что сейчас распадется, и у него, когда появляется возможность сохранить свое вот это вот, или копировать, вот начинается вот эта жизнь и борьба с существованием. Потому что, если кристаллы, например, они растут, но они растут, допустим, самоподобные, да, но подошел олень, слезал этот соль, и все. То есть у него, у этого кристалла нет возможности бороться с этим оленем или убежать. А вот именно, когда возникают разные организмы, которые каждый стремится захватить, как бы сказать, эти вещества, и каждый пытается другого разрушить, то начинается борьба с существованием, начинается уже развиваться вот именно, чем отличается жизнь от минералов. Владимир говорил, чем живое отличается от неживое. Вот оргазм – это термин ламарка. Стремление и радость жизни, а не то, о чем… Прямо с самого порождения такой же структуры, ее деление, это уже живое. Прирост организации, опять, кристаллы, масло, тесно, там, и… Хотя масло, но от внешних факторов может быть разделено, да, на много, но это от внешних факторов. А вот внутренняя работа, которая приводит к размножению, да, вот это уже жизнь. Разве это не формальный прием? Вы не помните такого фантастического рассказа «Четыре четверки»? «Живой» – там просто обозначение объекта, в котором обнаруживается жизнь. Что есть живое или где есть жизнь – это один и тот же вопрос. Вот главный признак – это все-таки создание такой же структуры и отделение ее. То есть дискретно размножение. То первое, которое высказывание было, оно предполагало, там, я уж не говорю про душу, но целеполагание. А на самом деле-то, вот, получается, мы фиксируем уже результат того, что у чего есть размножение, то мы и имеем. У кого вот это вот свойство нарушается в силу каких-то причин, тот погибает, и мы уже его не фиксируем. Следственные связи их никто не отменял. Надо понимать, что причина, что следствие. Причина в том, что есть возможность размножаться. Появилось, и она есть. Если этой возможности нет, то уже никакого следствия, никакой творец душу не вдохнет. Понятно. Это энергию. Это есть такая бочка липиха по химическим элементам. Какой-то элемент отсутствует, значит, уже тоже гибель вплоть до системы, а не только отдельного организма. Отсутствие партнера, опять же, гибель. Это много-много всяких факторов. Это как раз то, что биологическая живая система, вероятно, задетерминирована, известен в период полураспада. Но что конкретно распадется, когда, в какой момент времени, мы не знаем. Так живая система, она тоже, вероятно, задетерминирована. Причина только одна – это поддержание жизни. Сейчас то, что есть, мы потеряем, этого не будет, и произойдут какие-то изменения. Совершенно верно, да. По-моему, сильно уступает нашим предыдущим работам в этом направлении. Но, вообще говоря, это уникальная для мира система нигде. Нет в масштабах такой огромной территории, не прослежена вот эта динамика изменения численности. А численность, понимаете, это интегрированное выражение вообще всего, уровня адаптации. Спасибо.